МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я приехал, у меня гостиницы нет. Я приехал в 6-5. После этого я в понедельник вышел, как работал. Первые секунды культового советского фильма для юношества. Драматическое повествование картины Чучела начинается и разворачивается у стен не менее культового здания речного вокзала в Калинине начала 80-х 20-го века. На стрелке Волги и Тверцы и через 29 лет все та же сырость, серость и трещины. Тверской речной вокзал был построен на месте несохранившегося отречь монастыря, от которого осталась лишь одна церковь. Трехэтажное здание возвели в начале сталинской эпохи, середины 30-х годов 20-го века по проекту архитекторов Гавриловой и Райского. Геометризированная композиция, оригинальный декор, башня со шпилем, симметричные крылья с арками и балконами, множество лестниц. Вокзал был рассчитан на одновременное обслуживание полутысячи пассажиров. Но с 90-х годов пассажирское речное судоходство сократили, и к причалу пристают только транзитные теплоходы, идущие до Астрахани. Что не открытка или какая-то книга про Тверь, там обязательно фотография речного. Но с каждым годом о нем безнадежно забывали, а деревья и кусты все больше закрывали разрушающийся фасад. О здании вспомнили в конце зимы 2011-го. Вдруг нашлись и деньги, и люди, кому это место стало интересным. Здесь теперь хотят создать Тверской Монмартр, как часть бизнес-проекта галериста и власти. Закипели споры, забурлила жизнь, и возникли вопросы. А был ли застой, и нуждается ли в этом художественная Тверь? В конце марта 2011-го на въезде в Тверь со стороны поселка Крупский в названии города вдруг исчезла первая буква. Получился некий патриотический лозунг. У многих даже возникало подозрение. А не рекламный ли это ход идеологов акции «Верь в Тверь»? Букву через несколько часов вернули, сославшись на поломку. А тем временем число участников творческого фестиваля художников, музыкантов и ремесленников увеличивалось. Кто-то сам решил, кого-то обязали, кого-то позвали. В числе авторов затеи по созданию полноценного культурно-выставочного центра люди из областной власти, неравнодушные к современному искусству, и человек, который научился его продвигать и на нем зарабатывать. Из нескольких предложенных объектов он выбрал тот самый бывший речной вокзал. Это просто реальный шедевр. Причем я говорил о речном с Гришей Ревзиным. Это наш ведущий архитектурный критик. Он говорит, да все знают, это действительно лучшее здание того времени. То есть это такая русская Италия. Осматривает ход ремонтных работ и сам участвует в расстановке декорации. Марат Гельман – публицист, политтехнолог, основатель собственной галереи и центра, а также руководитель разнообразных проектов, среди которых Пермский музей современного искусства. Аналогично уральскому проекту Гельман внедряет еще один в Верхневолжской столице. В тот момент, когда Медведев объявил о создании Сколково, как некого города, в котором будет технический прогресс, развиваться, мы сразу же подумали о том, что должен быть такой же город, но для гуманитариев. Потому что 70% инноваций сегодня проходит не в научной сфере, не в научно-технической, а в гуманитарной. И это касается в том числе и экономики. Там, например, за Гарри Поттером стоят такие же миллиарды, как и за Айпадом. Но у русских людей в отсутствии инфраструктуры гораздо больше шансов создать новый мир, как Гарри Поттер, чем создать новый Айпад. Он считает, что Тверскому краю пора обрести новое лицо. Нужно сделать его единым культурным центром между двух столиц. Здесь продюсировать, выставлять и в то же время извлекать из всего выгоду. Например, создать до 2014 года издательский рай в Большом Завидове. Месте, где соберут десятки полиграфических компаний, множество издательств, в которых будут трудиться печатники, дизайнеры, художники. В общем, гуманитарии. Долгие переговоры Гельману не понадобились. Губернская власть его поддержала. Все вместе забирались на крышу. Там, где живешь, там, куда приезжаешь, там нужно делать, и делать нужно хорошо. Ну, а есть и другие моменты. У меня здесь семья, у меня здесь двое детей родилось в первом роддоме. У меня там уже очень много чего связано с Тверью. И там, на самом деле, где-то, когда год я проработал в Твери, приезжая на совещание в какое-нибудь министерство, либо образование, а потом уже в министерство финансов, со мной так закрепилась кличка Леша Тверской. Вот. И я сейчас так... Мне здесь многие вещи дорогие. Ну, а, собственно говоря, что здесь может быть недорогого? Вот залезть на эту крышу, так вот посмотреть. Вот она набережная, которой мы сейчас займемся. Вот фасадная часть, мост, там, я не знаю. Там вот он, вон он, путевой, который тоже нужно привести в нормальное состояние. И все предпосылки для этого и есть. В ведении заместителя Тверского губернатора – реконструкция важнейших достопримечательностей города – путевого дворца, набережной Степана Разина и Речного. Ну, строители хитрые, они знают, чем купить. Вот залезли сюда, покачали шпиль, поняли, что он может упасть. Потом посмотрели на это все и решили, что надо это дело привести в Боржский вид. Первый раз Алексей Каспаржак попал на крышу Речного в начале марта. Даже показывает фотографии, как все было. Повсюду лежал снег, в крыше зияли дыры, шпиль вместе со своим основанием прогнил так, что мог обвалиться. Шпиль поменяли. Еще установили пластиковые стекла, подвели электричество. Здесь вполне может быть подсветка по типу маяка. А еще это удачное место для флага. Кстати, первое знамя победы над фашистами в Калинине водрузили именно на шпиле Речного. Сейчас специалисты следят за поведением конструкций, изучают объем работ. Здание живет. Причем оба флигеля в более-менее приличном состоянии. Крыша, я имею в виду. А вот это почему-то исторически им не занимались никогда. Март-апрель 2011-го. Косметический ремонт и работы ради снятия аварийности здания. Июнь-август. Восстановительные работы. А дальше фундамент, стены, детали. Сам Каспаржак так увлекся этой реконструкцией, что часто пишет об этом в своем ЖЖ, личном интернет-блоге. В прошлом выпускник художественной школы, управление в сфере образования и музеев. Теперь он в Тверь привозит друзей, проводит экскурсии. А познакомившись с местными художниками, проникся их проблемами. Некоторым было предложено поучаствовать в фестивале «Верь в Тверь». Очень бы хотелось, чтобы каждый человек был художником. В некотором смысле творец. Он творит. Нам не хватает людей, которые умеют творить свои жизни. В этом смысле инвестиции в людей, которые занимаются культурой и искусством, это инвестиции как раз в тех людей, которые, как Марат говорит, с гвоздем в голове. И которых, если их бросить, они там за 2-3 дня, как наши, например, художники, готовят свою выставку. Вот они ее за 2-3 дня сделают. Она с удовольствием рассказывает о работах своих учащихся. А у самой в руках ТХУ «Таймс» – газета, которая выпускает студсовет. В ней печатают про жизнь училища имени Минцанова. Сами верстают и публикуют интервью, учебные работы. Курсовые проекты можно увидеть и в коридорах. Это лишь малая часть того, что вывешено на стенах. А вот то, что обязательно должны уметь студенты-дизайнеры – фотографии. Они представлены по обе стороны парадной лестницы. Арка красивая, здесь заполнена удивительно красивым ведражом. Эту работу делал наш преподаватель, заслуженный художник Михаил Михайлович Маршумов. Ну, а вход… Ну, вы знаете, что нашему зданию требуется колоссальный ремонт. И в том числе наш парадный подъезд тоже требует ремонта, чтобы быть безопасным. Поэтому он пока… Несколько лет уже закрыт. Да, он уже, наверное, десяток лет закрыт. И не просто несколько лет. Ну, мы надеемся. А здесь ведь были поручни, да? Да, здесь были поручни, здесь был вход. И когда мы были первыми студентами, в 1974 году открылось это замечательное здание, мы были первыми студентами, и мы поднимались вот по этой лестнице. А скажите, а это же ведь историческое здание там какого? По-моему, 18-го? 18-го века, да. Здесь было… Памятник, памятник архитектуры. Нет, мы нашли интересные фотографии в библиотеке Конгресса США. Это были первые цветные фотографии начала 20-го века. Здесь была булочная. Здесь на верхнем этаже были жилые помещения. В той аудиторию, куда мы сейчас с вами пройдем, живописной аудитории, там даже был балкон. И представляете, как это замечательно, когда ты вдруг видишь свой дом, 100-летний, вот этот замечательный наши мастерские живописцев. Ну вот балкон был вот в этом месте, как раз отсюда, вот с этого большого широкого окна, наши предки выходили, смотрели на набережную. В этой аудитории проходят обязательные занятия для всех специальностей училища. Рядом находится еще одна живописная мастерская. Между ними выставка картин, методический прием.